На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами «Затемнение». Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Александр Калдер, Жоан Миро». Часть вторая. Александр Калдер – следующий наш герой сегодняшний, американский скульптор. Скульптор, можно сказать, потомственный. Вот так выглядит работа его деда Александра Милана Калдера, которая украшает крышу ратуши в Пенсильвании. Цветная фотодокументация работы деда Александра Калдера. Перед нами фотография, снятая с высоты птичьего полёта. Сильно вытянутый вверх купол на фоне панорамы города, залитого вечерним солнцем. На самой вершине купола стоит скульптура, выполненная дедом Александра Калдера. Скульптура реалистично изображает фигуру человека. Этот человек в камзоле и широкополой шляпе с длинными волосами. Он стоит к нам спиной. Такой, ну, как бы, американский суперакадемизм помпезный. А так выглядит, как бы, детская фигурка. Это, собственно говоря, работа отца Калдера, который своего сына изваял, когда сыном было года четыре. А то, что мы... А вот эта фигурка рядом, это то, что в том возрасте... Это первая скульптура Калдера, которая сделалась, по-моему, в том возрасте, слепив из глины фигурку слона, которую родители, видимо, всё-таки догадались, отлить в бронзель на будущее. Вот. Ну, вот с таким, как бы, с таким бэкграундом потомственного скульптора. А Александр Калдер, при этом, с детства делавший вот такие фигурки, это тоже детские его вещи, при этом абсолютно не намеревался стать скульптором. Две цветные скульптуры Александра Калдера «Собака и утка», 1909 год. Перед нами две фотографии. На первом фото, на белом фоне, стоит достаточно минималистичная фигурка собаки, по-видимому, из листа красного металла. Такое ощущение, что собака сделана из бумаги. Хвост её выглядит, как скрученная полоска бумаги. Туловище собаки похоже на сложенный полукругом лист бумаги, в котором по бокам, с двух сторон, вырезали ножки и брюшко. Треугольная голова собаки с четырьмя острыми зубцами. Два из них уши, два других открытый рот. На втором фото, на белом фоне, стоит фигурка утки. Она тоже как будто бы сложена из бумаги. Голова похожа на грушу, разрезанную пополам. Туловище выглядит, как полукруг, а хвост, как треугольник. На голове утки виден маленький глаз. Видимо, именно потому, что то, что его интересовало, абсолютно не ассоциировалось с той скульптурой, которую делали его дед и отец. А его скульптура, естественно, неподвижная и монументальная, потому что то, что его интересовало с самого детства, он был таким интуитивным изобретателем. И вместе с другом своего отца они там сооружали механические игрушки, игрушечные поезда движущиеся. Там он бесконечно мастерил что-то для своей сестры, делал украшения для её кукол, придумывал какие-то вот штуковины. И поскольку его штуковины интересовали гораздо больше, чем, собственно говоря, скульптуры, которые вокруг него были, вот те скульптуры, которыми занималась его семья, он решил учиться на инженера. И первое образование, которое он получил, и первые работы, которые у него были, он получил инженерное образование, работал по специальности какое-то время, работал механиком на корабле, работал чертёжником в компании Эдисона. То есть как бы... И при этом через какое-то время всё-таки почувствовал неодолимую тягу заняться всё же таки искусством. Но начал он с живописи и с рисунка. И как бы как бы такие ранние его работы. И в качестве рисовальщика и живописца он тоже вполне был как бы... Он был одной из первых работ, которые он получает. Он иллюстрировал... Делал иллюстрации для газеты, национально-полицейской газеты. И в качестве вот такого вот рисовальщика-репортера он начинает рисовать цирки. Такие знаменитые американские бродячие цирки, цирки Барнума, вот эти легендарные цирки, которые тогда ещё, в общем, вполне вовсю существовали в Америке. Эти цирки его бесконечно интересуют. И из этих самых историй про цирк возникает первая и, может быть, самая удивительная работа серии «Калдера». Он начинает делать первую свою серию, посвящённую циркачам и акробатам. Это скульптуры, сделанные из проволоки. Если это можно назвать скульптурой, потому что, собственно говоря, «Калдер» никогда себя не называл скульптором. Он называл себя художником, рисующим в пространстве. И вот эти самые проволочные скульптуры, изображающие циркачи, изображающие ту завороженность движением и точностью движения, которая должна быть в цирке. Это тоже механизм. Если этот механизм не сработает, и они друг друга не поймают, то кто-то из них погибнет. Поэтому должно быть ощущение бесконечной сцеплённости всех движений, которые «Калдера» увлекает. Но есть огромная мифология цирка, которая тогда существует в искусстве, тогда тоже вполне себе была популярна. И из этих фигурок циркачей, из этой истории про цирк, «Калдер» делает свой первый проект. Он делает огромный проект вот такого вот цирка со всеми персонажами, которые у него существуют, цирка, состоящего из механических игрушек. Делает это «Калдер» в Париже, куда он всё-таки, намереваясь стать настоящим художником, попадает в 1925 году. И тоже знакомится со всеми, с кем полагается знакомиться, с Дюшаном, с Мондрианом, с Пикассо, со всеми. Но при этом он начинает не только заниматься искусством, но пытаться найти способ заработать себе на жизнь. И находит какого-то, знакомится с предпринимателем, который ему предлагает делать заводные игрушки, механические игрушки. «Калдер» начинает делать эти игрушки, ужасно увлекается. Предприниматель за это время куда-то исчезает. А «Калдер» делает огромный проект. Цирк с кучей заводных всяких. Это целое представление, которое он показывает как представление. Цирк умещается в пяти чемоданах плюс граммофон, который обеспечивает музыкальное сопровождение. И «Калдер» показывает этот цирк в Париже. На эти представления ходят все, от знаменитых художников до, собственно, знаменитых циркачей. И представитель французской уже цирковой династии знаменитой Фротеллини приходит и заказывает ему игрушечную собаку, которую он потом выгуливает, ходит с этой собакой. И этот цирк оказывает, как ни странно, почти вопреки интенциям «Калдера», оказывается, собственно говоря, произведением современного искусства, которое вызывает восхищение у художников. Покажите, пожалуйста, второй фрагмент. Как бы этот цирк существует в различных записях. Собственно говоря, самая знаменитая запись, это, конечно, не запись 20-х годов, это запись уже, по-моему, 60-х годов, где «Калдер» этот цирк демонстрирует. На столешнице круг света. В кадре человеческие руки, которые совершают манипуляции с фигуркой человека. Руки и ноги из проволоки, туловище и голова, овалы и шары с пластилина или резин. Руки вставляют в фигурку через рот, длинный металлический меч. Фигурка тут же изгибается, наклоняясь вперед. Руки вытаскивают из нее меч, накидывают на плечи плащ, убирают из света. Фигурка словно уходит за кулисы из-под света софитов. Женская фигурка в костюме, вроде кольчуги из блестящих страз на плечах и крупной груди. Она стоит на округлой подставке. Мужская фигурка в золотистом костюме метает в ее сторону большие топоры. На заднем плане фигурка мужчины во фраке и длинной шляпе-цилиндре на голове. Она похожа на циркового конферансье. Его левая рука имеет форму большой стрелки и указывает на метателя топоров. Топор попадает, женская фигурка опрокидывается назад. Две фигурки в шляпах несут пустые носилки. Вместо ног у них колеса и загнутых в одну сторону прутов, похожие на шестеренки. Фигурки с женщиной на носилках идут обратно. В кадре появляется фигурка кенгуру. Она на колесиках и управляется ниточкой, за которую ее тянут вперед. Фигурка силача. Фигурка сплетена из проволоки. Проволока составляет контур мужской фигуры. Внутри фигура остается пустой. Фигурка поднимает палку с двумя шарами на концах над своей головой. Медленно опускает ее вниз и кланяется три раза. Фигурка гимнаста раскачивается на проволочных качелях и перепрыгивает с одних качелей на другие. Две фигурки гимнастов на черном фоне раскачиваются и перепрыгивают с одних качелей на другие. Так что за качели держит то один, то другой человечек. И, собственно говоря, удивительная колдеровская перформанс оказывается абсолютно попадает в контекст тогда современного авангарда того времени, попадает интересам к низовой культуре, к тому же самому цирку, интересам к изобретательству и к движению, и к механизмам. И интересам, собственно говоря, вот к этому движению, которое Калдер таким образом впервые вносит в скульптуру, в объекты. Более-то он придумывает скульптуру как перформанс, перформативную скульптуру или перформативные объекты. И поэтому он это не делает как искусство, но достаточно быстро понимает, как он потрясающе угадал. И также не совсем как искусство начинает делать вот эти, делает вот эти проволочные фигуры. Проволочные фигуры, которые двигаются, которые существуют как бы на подвесках, которые подвижны, которые тоже делаются как перформанс, потому что Калдер мог прийти на вечеринку и сделать на месте проволочный портрет каждого. Делать это так, как делается набросок со скоростью рисунка. И идея делать эти проволочные фигуры у него возникла, потому что, собственно говоря, когда он был рисовальщиком и иллюстратором в газете, он умел сделать рисунок одной линии. И вот этот самый, как бы любой сюжет, вот этот самый рисунок одной линии превращается в эти портреты, в эти замечательные проволочные скульптуры, которые он делает как портреты на вечеринках и просто как скульптуры. Скульптуру, которую он сам сравнивает с футуристами, с идеей футуристической симультанности, где изображение должно быть неплотным, через изображение должно быть видно другое изображение, и которое можно сравнить, как фигурки, которые сделаны для того, чтобы висеть в воздухе. Соответственно, когда они висят в воздухе, когда они подвешены, они все время колеблятся, они все время находятся в движении, и любая такая вещь состоит, естественно, из изображения, из самой этой фигуры, из ее тени. Скульптура Александра Калдера. На белом фоне расположена скульптура, изображающая человеческую голову-анфас. Скульптура выполнена из одного длинного куска тонкой черной проволоки, которая очерчивает основные линии, черты лица и волосы. Такое ощущение, что это не скульптура, а нарисованное на бумаге одной линии лицо. Глаза без ресниц соединены с крупным носом и бровями. Нос переходит в небольшие пухлые губы, а губы, в свою очередь, в подбородок. Волосы обозначены, как три длинные волнистые линии проволоки по бокам от лица. И вполне возможно, что Калдер дружил с Марселем Дюшаном. И вполне возможно, что, собственно говоря, эта идея работы, которая состоит из произведения, тени этого произведения, возникает из дюшановских опытов, у которого и сушилка для бутылок, и вешалка, да, все эти радиоиды висели в воздухе, отбрасывали тени, состояли, собственно говоря, из объекта и его тени. Их соотношения, которые все время меняются и пребывают в динамике, вот такие работы начинает делать Калдер, которые как бы не скульптуры, которые действительно рисунок, висящий в воздухе, рисунок, который висит в пространстве. И пока что это работы фигуративные. Это, как я говорила, с проволокой. Он работал еще с детства, когда он делал из проволоки украшения для кукол своей сестры. И, собственно говоря, надо сказать все равно, что украшения он делал всегда. Вполне успешный ювелир. И, может быть, если говорить о таких ювелирных и светских увлечениях Калдера, который мог дарить эти проволочные портреты друзьям на вечеринке, может быть, одна из таких самых удивительных проволочных предметов, это вот такое вот изголовье для кровати, серебряное, сделанное по заказу Беги Кукенхайм. И находящаяся сейчас, естественно, в фонде Беги Кукенхайм в Венеции, как это выглядело. И совершенно не ассоциирующаяся с таким классическим Калдером, но, тем не менее, очаровательная такая вот дизайнерская работа. Но, собственно говоря, это примечание, очень красивые фотографии, не могла не показать. А в 30-е годы у Калдера появляется, еще раз меняется его восприятие. Во-первых, он понимает, что он хочет заниматься искусством, во-вторых, он понимает, что он хочет заниматься абстрактом искусством. И идея обратиться, прийти к абстракции, он приходит после того, как он в 30-м году побывал в мастерской Питта Мандриана, знаменитой мастерской, которая была, для которой Мандриан сам придумал дизайн. И это само пространство, которое выглядело как мандриановские картины, потому что стены там были украшены вырезанными из картона квадратами локальных мандриановских цветов. И когда Калдер туда приходит, его поражает не столько живопись Мандриана, сколько само это пространство его мастерской. И он спрашивает Мандриана, а почему бы вам вообще все эти квадраты, прямоугольники, которые вы изображаете, пишете на своих полотнах, почему вам их не делать автономными, почему вам их не вырезать и не переставлять. Может быть, каждая картина Мандриана, может быть, каждая ваша картина могла бы быть динамичной, можно было бы переставлять эти решетки и элементы. На что Мандриан говорит, что ему это абсолютно неинтересно и что, в общем, его живопись и так достаточно быстрая. А у Калдера возникает идея динамических композиций. И тогда возникает идея, какой абстракцией он бы хотел заниматься. И тогда он начинает изготовлять те же самые, как бы у него возникает короткий период, когда он делает те же самые, те же проволочные скульптуры, но делает их заводными. Вот в этом аквариуме там есть ручка, которую можно крутить, и тогда эти рыбки начинают плавать в нем. Но, собственно говоря, это первые механические, кинетические скульптуры. И такую же механическую он делает абстракцию. Вот композиция, условно говоря, не Мандриана, может быть, даже Малевича, которая может прийти в движение. Она заводная, это заводные картины. И в 30-е годы Мандриан делает, Калдер, извините, делает целую серию таких вот заводных абстракций, механических абстракций. Подвижная скульптура Александра Калдер. На белой стене висит ориентированный вертикально прямоугольный синий холст. На нитке над ним висят две абстрактные плоские фигуры. Одна из них ярко-жёлтая, другая чёрная. Жёлтая фигура отдалённо напоминает форму большого сердца, положенного на бок. Чёрная фигура напоминает кляксу в форме русской буквы «Г». В центре чёрной фигуры есть прорезь, в которую наполовину вставлено жёлтая. Но, собственно, идея заводной абстракции, механической абстракции, его довольно быстро его утомляет, потому что он говорит, что он в каком-то из позднейших интервью, он говорит, потому что их надо было слишком часто чинить. Всё время ломался мотор. И тогда он придумывает свои знаменитые мобили, произведения, абстрактные композиции, которые двигаются сами по себе, потому что они подвешены на верёвочках, они висят в воздухе, они абсолютно непредсказуемы. Интересно, что сам термин, само это название мобили, который мы все знаем, Калдеру подсказал Барсель Дюшан. И вообще в этой идее мобили, в ней что-то есть неистребимо дюшановское, потому что, собственно говоря, как и дюшан, как и дадаисты, Калдер начинает работать не только с движением, и не только с динамикой, он начинает работать с элементом случайности. Это работы, которые зависят от движения ветра, зависят от того, открыто или закрыто окно, каким образом подул ветер, как они изменились, что с ними происходит. Это действительно те произведения, которые, может быть, в большей степени, чем какие-либо еще, работают не только с движением, но и работают с элементами случайности. Это произведения, которые каждый раз, когда-то на них, которые, наверное, довольно сложно дважды увидеть одинаковыми. И вот с этим элементом случая Калдер начинает работать, как бы не просто осмысляя механизм случайности, а действительно изобретая его как механизм. И, потому что он действительно как бы не только художник, это такой тип художника-изобретателя. Именно в качестве изобретателя и инженера он получает свой первый, так сказать, официальный заказ на публичное искусство. Вот заказ от того же самого республиканского правительства Испании для все того же павильона, где у нас Герника и Миро, павильона республиканской Испании на всемирной выставке в Париж 1937 года. И получает, причем он получает заказ достаточно странное произведение. Ему предлагается сделать его как инженеру. Кураторы этого павильона решили, что там должен быть ртутный фонтан. Почему ртутный фонтан? Что это за странная идея? Ртутный фонтан – это… Ртутные фонтаны были в средневековой Исламской Испании. Это были в мавританских замках были такие фонтаны, в которых вместо воды текла ртуть. Идея сделать ртутный фонтан для павильона во всемирной выставке в 1937 году возникает еще не только как отсылка к этой традиции, достаточно экзотической, работе с опасным металлом, который вместо воды течет, но и как реакция на непосредственную злобу дня, потому что именно город, в котором были самые большие в мире чуть ли не ртутные рудники, захватывают силы Франка в этот момент. Соответственно, чтобы отметить это событие, эту трагедию, и чтобы вспомнить про эту испанскую… вот эту традицию мавританской Испании, достаточно странную, экзотическую, решают, что там должен быть ртутный фонтан. Но при этом архитектор павильона, когда он видит тот ртутный фонтан, тот проект, который он присылает, говорит, что это никуда не годится, потому что это очень неинтересно с пластической точки зрения. И тогда Миро знакомит с этим архитектором Калдера, который, по идее, не должен был участвовать в этом павильоне, потому что он не испанец, он американец. И ему, как инженеру, поручают сделать такой ртутный фонтан, который гармонировал бы с этим павильоном, с архитектурой, с Миро, с Герникой Пикассо, с тем языком, как бы действительно языком этого павильона. Это считается, что это была одна из таких лучших выставок современного искусства в истории выставок. И, видимо, лучший павильон всемирных выставок когда-либо бывший. Причем 1937 год это тот же павильон, где рабочие колхозницы. Одна из самых мощных всемирных выставок, где высказывания, модернизм против тоталитарных, против разных вариантов тоталитарных стилей. Там этот павильон республиканской Испании был, видимо, самым мощным. И Калдер делает этот самый фонтан, делает его как свой мобиль. Скульптура Александра Калдера «Ртутный фонтан» 1937 год. Внутри помещения на фоне стеклянной стены, через которую видна улица и деревья, стоит фонтан с ртутью. У него большая круглая чаша из прямоугольных каменных плит. Чаша и плиты слегка возвышаются над полом. Из центра фонтана поднимается край с полукруглым носиком, из которого течёт ртуть. Через фонтан перекинуты две чёрные дуги, сделанные из металлических труб. Одна дуга чуть выше другой. На дугах друг над другом закреплены две чёрные металлические пластины, по форме напоминающие широкие овальные листья тропических растений. Они расположены горизонтально. Левый кончик нижнего листа отведён немного назад. Под ними, перпендикулярно им, расположен ещё один лист похожей формы, но внутри его дно имеет форму ступеней. Ртуть из крана падает на верхний лист, через него перетекает на второй и с него попадает на третий. Ртуть каскадом течёт по ступеням нижнего листа и, разбиваясь на мелкие серебристые шарики, падает в чашу фонтана. Из чаши фонтана вверх торчит тонкий колышущийся металлический пруд. К его концу подвешен красный полупрозрачный круг. Сам фонтан невысокий, около метра в высоту. Пруд с красным кругом возвышается на высоту около двух метров. Детали фонтана образуют гармоничную, пропорциональную, абстрактную композицию. Ртуть имеет непрозрачную, серебристую поверхность. Которые ещё действуют на ртути. И ещё в этот ртутный фонтан зрители кидали монетки, которые с ртутью, видимо, очень интересно взаимодействовали. Сейчас фонтан, по-моему, как раз в фонде Миро находится в Барселоне. Показывают его только из-за стекла, потому что опасная штука довольно ртуть. И, таким образом, колдар оказывается ещё и включённым в контекст ангажированного искусства того времени. Во время войны он, естественно, возвращается в Америку и в 40-е годы делает там как раз ответ на Миро. Миро делает свои созвездия, свои констелляции. Скульптура Александра Калдера «Вертикальное созвездие с бомбой. 1943 год». На фоне белой стены стоит скульптура, состоящая из десяти светло-коричневых и чёрных объектов, как бы парящих в воздухе и соединённых между собой чёрными прутьями-опорами. Сами эти прутья создают в воздухе своеобразный чертёж, напоминающий изображение созвездий в астрономических атласах. Но вместо звёзд в образуемых тонкими опорами углах расположены абстрактные формы. Одна фигура по форме напоминает семя подсолнечника, другая — гирю или песочные часы и так далее. Справа находится фигура, напоминающая по форме авиационную бомбу с конусообразным носом и лопастями на хвосте. Скульптура отбрасывает графичные тени на стену позади. А Калдар делает свои констелляции. Эта констелляция как бы свои созвездия, но это созвездие с бомбой. Это созвездие, которое при всей своей умиротворённости, которая есть в Калдаровских работах, всё равно отсылает к этой самой истории, которая действительно является достаточно наглядным трёхмерным воплощением тех же самых композиций, которые созвездия у Миро. Продолжает делать всевозможные мобили, которые становятся естественно дико популярными, которые, как мы знаем, прекрасно входят в быт. Потому что, может быть, Калдар это один из самых любимых народом, что называется, любимых широкой публикой авангардистов, потому что, я думаю, что у каждого третьего из нас когда-нибудь на кухне что-то такое висело или висит. Это то, что почему-то кажется невероятно привлекательным, симпатичным, френдли, и никогда не вызывает той неприязни, которую, как известно, часто вызывает современное искусство. Извините, Бога ради. Он получает массу заказов от музеев. Это одна из первых больших мобилей, которые он делает по заказу Нью-Йоркского музея современного искусства, одного из первых музеев современного искусства в мире. Скульптура мобиль Александра Калдера. На фоне белой стены висит большой, выше человеческого роста мобиль, подвижная скульптура. Мобиль подвешен к потолку на прозрачной леске. Эта абстрактная металлическая конструкция напоминает ветви дерева с листьями. Скульптуру можно разделить на три части. В центре расположен тонкий металлический прут, слегка согнутый посередине. Концы прута смотрят вниз. По форме и по функции прут похож на плечи весов. К левому концу подвешена конструкция семи коротких прутов. Нижний прут короткий и висит под углом 45 градусов к полу, так что его правый конец смотрит вниз. Из его центра вправо вверх под тем же углом отходит следующий прут, он чуть длиннее. Следующий прут отходит от центра второго влево и так далее. Получается что-то вроде перевернутой вниз головой ёлочки из металлических прутев. На свободных концах прутев закреплены плоские чёрные пластины по форме напоминающие листья. Формы пластин разнообразны круг, капля, рыбий хвост. К верхнему пруту слева прикреплена пластина красного цвета. Яркий цветовой акцент композиции. К правому концу центрального изогнутого прута прикреплены ещё две конструкции, похожие уже на описанную, однако в них все пруты смотрят в одну сторону, так что конструкции напоминают половину ёлочки. На концах прута также закреплены чёрные пластины, похожие на листья. Все сочленения в работе подвижные, и пруты могут вращаться относительно друг друга. Таким образом, работа каждый раз собирается в новые абстрактные композиции. Художник так просчитал баланс конструкции, и не перевешивают друг друга. Замечательные произведения, которые умеют населять мир, умеют создавать целую среду обитания, как бы тяготеют к тотальной инсталляции. Вот, собственно говоря, может быть, такой идеальной средой обитания для этих предметов была мастерская самого Калдера, которая в таком замечательном фоторепортаже. Работа, которая оказывается не формами в пространстве, а самим пространством, которое, видно, создают пространство, вокруг себя, такой переливающаяся текучая изменчивая, замечательно работает с тенями. Один из самых работают с этим элементом случая, один из самых красивых, наверное, текстов про Калдера пишет в начале 50-х годов Жан-Поль Сартер, которому заказывают текст в каталог для Парижской выставки Калдера, и он пишет о том, что это действительно, что это удивительная как бы абстракция, что это то, что не пытается передать движение, как передавала, как пыталась это передать фигуративная живопись или скульптура, а то, что захватывает его как ловушка, что это такие ловушки для пространства, что это работа, которая устроена, как и оловы варфы, которые питаются воздухом, что это работа, которая находится на полпути между механикой и жизнью, что у них есть удивительные свойства казаться живыми, да, потому что, в отличие от автоматов, они не повторяют одно и то же движение, они все время двигаются по-другому, поскольку они приходят, их движение непредсказуемо, они двигаются, и их движение как бы включает в себя элементы ошибки, как если бы этот мобиль начинал движение, возвращал, откладывал его, исправлялся, да, что это все, что это то, как движется живое существо, что у них есть ощущение живого, что это изобретения, которые идут, однако, ближе не к механике, а к природе, и что вообще-то то, что делает мобиль и Калдер, оказывается для Сартура удивительным образом вообще природа как таковой, природа, про которую мы никогда не знаем, что она из себя представляет, слепое сцепление причин или следствия или следование некому высшему замыслу, то есть как бы Калдер оказывается, работа Калдера и его мобиль оказываются апологией природы, что достаточно интересно для художника-изобретателя, для художника, который начинает как инженера, как механик, что это механика, которая абсолютно не является футуристическим идеалом машинной цивилизации, красоты, прогресса, а наоборот, это механика, которая позволяет увидеть красоту природы, которая позволяет создать среду, напоминающую природную среду, такую же непредсказуемую, такую же предполагающую задерцание. Стартер говорит, что работы Калдера, мобили Калдера надо созерцать как море, их нельзя, на море нельзя приехать, увидеть его один раз и сказать, я это видел, надо рядом с ним жить. С этими работами тоже надо, видимо, жить рядом, поэтому они так прекрасно, в виде таких объектов для медитации расходятся по домашним интерьерам, расходятся по музейным интерьерам, когда они там могут населять самые разные музеи Филадельфии, собственно, в родном городе его, этой династии скульпторов, публичным пространством, это 57-й год, одно из первых публичных его мобилей, это аэропорт Джейвки в Нью-Йорке, который заказывает ему для публичного пространства. У них могут оказываться неожиданные утилитарные применения, это сделано для университетской аудитории, где, собственно, говорят, акустические, то, что решает акустическую проблему, но при этом является этим самым мобилем. Колдар работает со звуком, потому что все, что подвешено в воздухе, естественно, может издавать звуки, он работает со звуком и создает вот такое произведение, которое называется «Дирижер», и которое предполагает, что на нем действительно можно играть, как на музыкальном инструменте, и создает вот эти удивительные как бы мобили, как среду обитания, реагируя, как почти природную или вписывающуюся в природу, и как это выглядит в движении, мы посмотрим, покажите следующий фрагмент, пожалуйста. И, естественно, это очень киногеничная работа, поэтому про Колдар было с 50-х годов, а очень много документальных фильмов, потому что очень хочется снять, как оно двигается. И это, причем, не задокументировалось произведение, а снять как бы... на белом фоне скульптура мобиль. Это черного и красного цветов изогнутые плоские формы, прикрепленные к каркасу из тонких металлических прутев. Элементы раскачиваются и вращаются. На черном фоне вращается скульптура из серебристого металла. Два изогнутых волной прута соединены поперечными кольцами. Получается что-то вроде серебристого каркаса трех соединенных друг с другом шаров. На белом фоне вращается коровий череп, отбрасывая на стену графичную тень. Другой мобиль вращается на белом фоне. На прутах подвешены плоские абстрактные белые фигуры. Скульптура и фон освещены ярким движущимся лучом. На стене пляшут тени. Белые детали, попадая в тень, внезапно становятся черными. В видео показаны разные мобили в разном освещении. Их элементы образуют причудливые абстрактные композиции. Иногда они напоминают крылья птиц или лопасти фантастических аппаратов. Детали мобилей разных цветов. Некоторые из них глянцевые. Их поверхность ярко играет в подвижных лучах света. Огромный мобиль медленно вращается на фоне синего неба с белыми кучевыми облаками. Другой показан на фоне прибоя. Он висит низко над водой и отбрасывает тень на песок. И мобили придумываются изначально как интерьерные вещи, реагирующие на сквозняки. Но естественно искушение поставить их уже на улице, чтобы они работали с ветром. С конца 30-х годов Калдер начинает разрабатывать более монументальные варианты мобилей, которые могут сопротивляться стихиям и существовать на улице. И действительно их довольно много. Они населяют множество площадей перед музеями публичными, публичные пространства, площади и парки во всем мире. И когда эти мобили становятся более такими масштабными и более монументальными, у них появляется еще одна особенность, еще одна ассоциация, которая для Калдера была очень важна. Они устроены как модели Солнечной системы. Знаете, где все это подвешено и вращается. В них всегда есть некий элемент планетария, в них всегда есть некое ощущение, что с одной стороны это нечто случайное и природное, с другой стороны это идеальная модель мироздания, идеальная модель вселенной, где у всего есть свое место, где все идет по своей траектории. И монументальная работа Калдера не все являются подвижными. Где-то с 50-х годов он начинает делать уже следующий вид произведения, неподвижная скульптура, которая называется по аналогии с мобилями стабили или стабили. У его проектов были прекрасные крестные, потому что название мобиль придумывает Марсель Дюшан, название стабиль придумывает Хансарп, как ответ на, как реплику на Дюшановскую. И это уже неподвижные действительно стабильные конструкции, которые то, что стоит перед особняком фонда Гугенхайма в Венеции, одна из первых работ заказанная. И работы, которые все больше и больше разрастаются, которые в начале как бы они как бы ведь это они в них есть указания на какие-то живые существа, там есть краб, там муравьед, осьминог, да, то есть это как бы тоже часть, некая часть природного мира. Удивительным образом у колдера, в отличие от мира, почти не будет антропоморфных фигур, даже хотя бы по названиям, но это некие скорее живые существа, конструкции, у которых есть одновременное ощущение некого биоморфности, и ощущение того, что это, и ощущение действительно инженерной конструкции. Они достаточно, вот единственное, что называется человек, единственное, хотя бы формально отсылающее к антропоморфному миру, и ощущение конструкции, ощущение некой инженерной, инженерного сооружения с этими склепками, с тем, как это сделано, ощущение больше всего не похуже на мосты, да, и даже сам красный цвет, который колдер достаточно часто использует в этих работах. Скульптура Александра колдера «Дерево», 1966 год, пейзаж. На возвышенности поросшей зелёной травой стоит крупная подвижная скульптура чёрного цвета. По форме она напоминает дерево, есть ствол, ветви и листья. Ствол представляет собой плоский треугольник чёрного цвета. Вокруг него установлены похожие треугольники меньшего размера из серебристого металла. Сверху на вершине треугольника ствола закреплена горизонтальная металлическая дуга, с двух сторон которой свисают ветви дерева, собранные из соединённых перевёрнутой ёлочкой прутьев с абстрактными пластинами листьями на концах. Всего на дереве восемь крупных листьев. Вся скульптура сделана из одного и того же материала чёрного цвета. Высота скульптуры порядка трёх метров. Скульптура Александра Калдера «Человек», 1967 год. Перед нами огромная металлическая скульптура. Сделанную из сваренных листов серого металла. Концы, упирающиеся в землю и смотрящие вверх, острые треугольной формы. Левая нижняя ножка этой металлической буквы «Ж» раздвоена. Это две абсолютно одинаковые треугольные опоры. Одна стоит позади другой. На середине высоты скульптуры они сливаются и вверх направляется уже единый треугольный кусок металла. На самом верху верхней левой черты буквы «Ж» находится круг из того же металла. Центральная черта буквы «Ж» также раздвоена. Одна опора крутой дугой выступает вперёд, другая назад. Скульптура Александра Калдера, 1968 год. В городском пространстве расположена скульптура ярко-оранжевого цвета. Скульптура представляет собой несколько соединённых между собой арок и полуарок из проклёпанного металла. Все арки плоские. Упирающиеся о землю концы узкие, к центру арки плавно утолчаются примерно в два раза. Арки расположены перпендикулярно друг к другу и напоминают схематичное изображение странного многоногого существа. Лично мне, наверное, многим напоминает один из самых знаменитых и самых красивых мостов в США и в мире, собственно, мост «Лотые вороты» в Сан-Франциско. Это тоже тот же красный цвет, это такие же заклепки, это такое же ощущение торжества прогресса, да, и при этом ощущение того, что мост – это, может быть, то сооружение, которое в наибольшей степени способно стать частью ландшафта, стать частью природного ландшафта, врастание в природу. И еще один, еще что можно вспомнить, да, это одна из ранних, собственно, живописных полотен Калдера, которая представляет стройку, и то, как представлены строительные, как бы, эскаваторы и строительные леса на этой работе, как они вписаны в городское пространство, тоже отчасти напоминает то, как будут вписываться в городское пространство, его вот ставили. Работа, которая почти никогда не вызывала возмущение, да, что на наших площадях стоит вот это вот страшное современное искусство, действительно, работа, в которых есть ощущение дружественности, есть ощущение френдли, именно потому, что они не выглядят как скульптура, а выглядят как вот эти самые там прекрасные полезные сооружения вроде мостов, у них нет ощущения монументальности, что это что-то, что поставлено здесь на века, в них есть, как бы, они не возведены, в них замечательное определение кого-то, метафора, что они выглядят как самолет, который только что приземлился, они как некое здание, которое здесь, как сооружение, которое здесь долго возводили, в них есть при всей их огромности ощущение воздушности, и, удивительным образом, нет ощущения вот этой самой неподвижности. Калдар будет описывать, говоря о своих стабелях, будет почти повторять слова Миро, он тоже будет говорить про подвижность и неподвижность, он будет говорить о том, что объекты могут казаться, что эти объекты могут казаться неподвижными, они могут казаться неизменными, но отношения, в которые они вовлечены, отношения с окружающей средой, с людьми, с автомобилями, будут все время другими, поэтому в них не будет стабильности. В них тоже есть движение, но это другое движение, мы можем ощутить движение автомобиля и увидеть его, но мы не можем ощутить движение Вселенной. То, к чему принадлежат то движение, в котором участвует стабильность, это движение Вселенной, это движение мироздания. Поэтому в них есть… И выглядят они как какие-то разделители движения, как разделители пространства. Пространство закручивается вокруг них, пространство движется вокруг них, поэтому в них нет ощущения вот этой неподвижности и монументальности. Они потрясающе гармонируют, конечно, именно с американской архитектурой. В Европе они не так прекрасно смотрятся в старых городских пространствах. И у них есть ещё одно тоже достаточно важное свойство, когда они тоже предполагают движение, но это не движение самой скульптуры, это движение зрителя сквозь них. Для Калдара очень важно, что это работа, через которую зритель может пройти. Это работа, на которой, по идее, он не возражал, чтобы на них можно было залезть, чтобы вокруг них можно было двигаться. И это абсолютно другое преосмысление, как скульптура может быть, как конструкция может быть, пребывать в движении, даже не будучи кинетической. Это движение зрителя вокруг этой скульптуры, которую эта скульптура предполагает. Таким образом, Калдар, наверное, в какой-то момент оказывается близок к тому, что потом будет делать, например, Личерсера, что потом будут делать все скульпторы, работающие именно с пространством, а не с формой в этом пространстве. Спасибо. В Музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Более подробная информация на нашем сайте garajmca.org.